Каждому человеку Но люди зачем-то разложили свою жизнь по годам, словно по полочкам Родился, пошел в детский сад, затем в школу, на седу За 25 лет надо создать семью В 30 сделать карьеру и родить детей Лучше двоих, ну, чтоб все как у всех Откуда эта расхожая фраза «все как у людей»? У каких людей? Мы же все разные Меня зовут Анна Новик И это моя история, которая началась вполне обычно А вот дальше произошли события Впрочем, смотрите сами Да, пап? Надеюсь, ты позвонил поздравить меня с днем рождения? А, снова забыл Ну да, у тебя аж плохая память на дату Нет, пап Гости сегодня ко мне не надо Да, я справляюсь с друзьями, с кем-то еще О, пап, все Ко мне гости пришли Давай пока созвонимся Привет, дорогая Привет Рада видеть Сколько лет, сколько лет зим Ты такая же красивая Да С днем рождения тебя Спасибо Проходи Девчонки Поздравляю Спасибо Очень, очень миленькое платье Спасибо Привет Привет С днем рождения Спасибо Желтая? Ты говорила, что вообще не любишься Не помню А вот и торт О, низкокалорийный Правильно, после тридцати метаболизм замедляется Ну, мне вообще-то не грозит Да, ты тебе сейчас как-то А потом как разнесет А родишь, так вообще в форму не придешь Вер, ты о чем? Я вообще-то не беременна Очень зря Могла бы уже давно залететь от своего Кирилла И быть замужней женщиной с ребеночком Брак по залету? Это не ко мне Дети должны двое хотеть А Кирилл пока такого желания не проявлял Девочки, девочки Я недавно одну диету вычитала Все голливудские звезды на ней сидят Нужно замораживать кусочки льда И потом по кусочкам грызть, сосать Сосать? Целый день? Жесть Да Лер, а ты вот правильно рецепт запомнила? Да Я с понедельника сама на нее сажусь А я пока воздержусь Хотя нет Замару живет Вдруг завтра проснусь Организм поймет, что уже не восемнадцать Метаболизм замедлится И бац Плюс десять килограммов Так, у меня свечки, свечки, свечки Вот они С днем рождения тебя ну когда вы с ней встретились ей было и меньше ребята вы вообще жениться собираетесь или как а то я уже успел дважды развестись а вы о чем думаете лучше выпьем понятно доброе утро спасибо Я не хотел вчера говорить, ну, чтобы не испортить день рождения. Ты очень красивая женщина. Замечательная. Умная. Но мне нужна семья. Ты о чем? Дети. Здоровые дети. Тебе тридцать пять и статистика не в твою пользу. Я встретил девушку и ей двадцать шесть. Я ухожу. Что? То есть у тебя есть другая и ты говоришь мне об этом сейчас, да? Не хотел портить день рождения, а сейчас ничего не испортил? Давай без истерик. Истерики? Ты о чем? Я абсолютно спокойна. Ты меня старой назвал. А ничего, что я на пять лет моложе тебя? Но я же мужчина. Ты мужчина. А вот ночью секс это прощание, да, такой подарок был? Кстати, секс был не очень, как всегда. Пока. Пока. Удачи. Какой диод придумал кофе в постель. С утра хочется зубы почистить. И в туалет. Так, выдохнула. Успокоилась. Восемь из десяти браков заканчивается разводом. Развод – дело финансово невыгодное. Уж мне так как юристу это знать. Каждый третий ребенок растет без отца. И зачем мне замужество? Карьера дает перспективы и независимость. Так, быстро. Душ, макияж и на работу. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. О, я песочек-то с вас уже сыпется. Ой, спасибо, дорогой. Мне уже сегодня сообщили, что я старая перечница. Ой, да ладно. Ага, спасибо. Так, ребят, идет. Приготовились. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Спасибо, спасибо. Очень приятно. Анна Сергеевна, когда будем повышение отмечать? Ну, как только об этом объявят официально, а пока торт с чаем. Да дело вроде решенное. Месяц назад уже Андрей Юрьевич про замок говорил. Ну, кому как, не вам. Сидоров в компанию конкурентов ушел, а у вас больше всех клиентов. Ну, да, но не будем торопиться. Угощайтесь. Надеюсь, торт вкусный. Анна Сергеевна, это вам. Андрей Юрьевич, спасибо. Ровно 35. Сам пересчитывал. Очень, очень ценю ваш труд. Вы один из лучших юристов нашей компании. А как вы защитили дело этого... Никифорова. Никифорова. Его занесут в учебники и потом будут преподавать на юрфаке. Юрьевич, ну давай уже ближе к делу. Мы сегодня будем отмечать повышение Анны Сергеевны? Ну, я хотел об этом сообщить завтра, но раз коллектив настаивает. Что ж, представляю вам своего заместителя Елена Петренко. Всем привет. Вот так сюрприз. Да уж. Вы немножко удивлены. Елена недавно работает в нашей компании. Но она еще очень молода, но и очень перспективна. Нам вообще нужна новая кровь. Да нет, Андрей. Это не нам новая кровь нужна. Это тебе нужно. Новое тело. Молодое. Красивое. Давайте есть торт. А? Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Первый этаж. Ха-ха. Поехали. Можно? Конечно же, Анна Сергеевна. Всегда рад вас видеть. Присаживайтесь. Андрей Юрьевич. Я три года не была в отпуске. Думаю, пару недель вы справитесь без меня. К тому же, у вас теперь есть правая рука. А я улетаю. Сегодня. Аня, ты не можешь меня так бросить. Елена абсолютно не в курсе. Я еще многому нужно научиться. Андрюша, я десять лет пахала на тебе. Я вытаскиваю твою компанию из таких передряг, а ты, ты ставишь своим замком какую-то вертихвостку, вчерашнюю студентку, да ей даже нельзя документы доверить в суд отнести. А знаешь что? Я передумала брать у тебя отпуск. Я увольняла. И попробуй только не подписать за имену. Юрист я очень хорошая. И ты это прекрасно знаешь. Ты еще в Яндекс Дзен свой напиши о плохом начальнике. И напишу. У меня очень популярный канал. Почти десять тысяч подписчиков. Угу. Слушай, тут казус такой произошел. Пупальник повесил, а он улетел. Глянь, не к тебе ли? Проходите. У тебя номер побольше будет. Уютненько так. Хорошо. Этот. Ой, да, мой. Неудобно получилось. Спасибо. А ничего, что сейчас три часа дня? Так это же для блеска в глазах. Галина. Анна. А то, что вы у меня в номере пьете, это тоже нормально? А что ты мне выкаешь? Тебе сколько лет будет? Тридцать пять. Тьфу, там ровесницы. Падай, прекращай мне выкать. Замужем? По глазам вижу, что не замужем. Ой, я тоже со своим развелась. Кобель, представляешь, ни одной юбки не пропускал. Ты что, хмурая такая? На, расслабься. На отдых же приехала. Ну, давай, за нас красивых, за их рогатых. А мне, моя, представляешь, с лучшей подругой из меня. Такая же тощая вобла была, как ты. Ножки бы ей выдрать, спички вставить, доходить, заставить. Слушай, ну, хоть что-нибудь про себя расскажи. Да ничего мне рассказывать. Тридцать пять лет, работаю юристом. Правда, вчера уволилась. В Питер вернусь, буду работу искать. Не замужем, детей нет. Да и друзей-то толком нет. Так по привычке встречаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Родители живы. Слава богу здоровы. Слава богу. Ну, им уже давно нет дела до меня. Мама своя семья. Сводный брат в этом году школу заканчивает. Папа, ну, всегда себе кого-то находит. В этом году даже забыли меня с днем рождения поздравить. Мне кажется, если я им сама перестану звонить и приезжать, они вообще забудут, что у них есть дочь. Слушай, ну, ахахаль хоть есть? Это что, для здоровья надо? Был. Ну, ушел к молоденьке. Никто не хочет жениться на женщине средних лет. Да и рожать мне уже поздновато. Ну, а что, даже если кого встречу сейчас, рожу, ребенок в школу пойдет, мне за 40 будет. В институт я на пенсии. Да и что я могла дать ребенку? Слушай, ну, до пенсии нам еще далеко. Чуть-то рановато нас с борта скидываешь. Мы еще ого-го. Ну, принцы нам, конечно, не светят, но вот коней их оседлает. Он, смотри, какой лысый красавчик. Ты давай, подруга, не грусти, а я пойду свою личную жизнь устраивать. КОНЕЦ Просыпаемся, просыпаемся. Так-так-так-так, да-да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте, русалочка. Чуть-чуть-чуть. Лежим-лежим-лежим-лежим. Лежим, не встаем. Голова не кружится? Нет. Не болит? Нет. Замечательно. Секундочку. Ну-ка, глазки сюда. Прекрасно. Сюда. Замечательно. Поморгали. Еще поморгали, поморгали. Угу. Замечательно. Ну что, русалочка, почему мы прыгаем, не положим на месте? Я? Вы. Где я? В больнице. Надо бы нам анкету заполнить. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Я не знаю. Что значит не знаю в смысле? Совсем? Я не знаю, кто я. Я совсем не знаю. М-да. Это моя одежда. Нет, от благотворительного фонда. Вас, простите, в одном купальнике привезли. М-да. Ну, долго держать мы тебя здесь не сможем. Максимум три дня. Надо с этим что-то делать. Анечка, это психолог, который я привез, он еще здесь? Да, он там ждет. Позовите его. Странный он какой-то. Позовите его. Ну, это не наш случай. Оставьте нас наедине. Ради Бога. На машину. Здравствуй. Здравствуйте. Меня Сергей Павлович зовут, а тебя? Я не знаю, как меня зовут. Я ничего не знаю о себе. Мне сказали, у тебя потеря памяти. Ты ударил с головой о камень. Я вытащил тебя и привез сюда. Спасибо. Не волнуйся, в полицию ориентировку уже отдали. Тебе не более 25 лет. Это определили по состоянию тела. Зубы все свои, кожа упругая, седины нет. Нерожавшие. Да, гинеколог тебя тоже осмотрел. Родственники или жених тебя наверняка уже ищут. А если у меня нет родственников? Может, я сирота? Кто-то наверняка есть. Несколько дней ты побудешь здесь, в больнице, а потом тебя отправят в центр реабилитации для таких же, как ты, потерявших память. Если, конечно, память к тебе не вернется. Она вернется. Посмотрим. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как самочувствие? Нормально. Я вот фруктов принес. Совсем ничего не ест. Я не люблю кашу. Почему не помню? Ну, это уже прогресс. У тебя остались вкусовые пристрастия. Надо проверить, сохранились ли профессиональные навыки. И как? В моей практике была история. Один художник, к нему два года не возвращалась памяти. Вдруг он стал рисовать. И нарисовал свою жизнь. Очень интересно. Давай попробуем. Вот тебе лист бумаги и... Ручка. Нарисуй что-нибудь. Попробуй. А что конкретно нужно нарисовать? Все, что придет в голову. Не знаю. Ты о чем-то говоришь? Да, безусловно. Ты точно не художник. Петр Иванович, дорогой. Я очень прошу тебя мне помочь. Да, 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 да. Ну, я же знаю, во что ввязываюсь. Нет, нет, нет. Ты в любом случае будешь ни при чем. Ну, ты же знаешь, если к человеку память не вернулась первые три дня, то это уже надолго. Просто прошу тебя мне помочь. Да, да, да. Буду по гроб жизни тебя обязан. Меня сейчас вывозят. Да, я знаю. И у меня к тебе необычное предложение. Я спас тебе жизнь и несу за тебя ответственность. Предлагаю поехать со мной в Москву. Я психолог, и в моей практике были люди похожим диагнозом. И некоторым из них я помог вернуться к жизни. У меня нет денег оплатить ваши услуги. Все расходы я беру на себя. Когда к тебе вернется память, ты сможешь частично или полностью оплатить мои услуги. Я правда хочу тебе помочь. У меня даже нет документов. Я не могу никуда поехать. Я не знаю, говорил ли я тебе, но я не обычный психолог. Иногда я оказываю услуги сотрудникам специальных служб. И они оказывают некоторое содействие в моих делах. Мы сделаем тебе новый документ. Разве так можно? И я вас совсем не знаю. Смею заметить, ты вообще никого не знаешь. А со мной ты знакома несколько дней. Решай. Либо ты едешь в другую больницу, либо мы едем в Москву. Вам пора. Машина приехала. Анна, какое прекрасное имя. Дайте нам еще минуту. Вот твой новый паспорт. Анна. Так же, как звали медсестру. Хорошее имя. Тебе не нравится? Не знаю. Отчество я дал тебе свое, Сергеевна, а фамилию Новикова. Вроде как новую жизнь начинаешь. День рождения хотел поставить 2 августа. В тот день, который я спас тебя, но потом подумал, чтобы не было негативных воспоминаний. Лучше цифра 1, чем 2. Так что все сначала, все заново. А вот и наша машина. Леша, в аэропорт. Хорошо, Сергей Павлович. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. Не стесняйся. Проходи. Вот здесь ты будешь жить. А ты где? У меня есть другая квартира. Мне там удобнее работать. Ты располагайся. Я сейчас в магазине что-нибудь поесть куплю. А, это моя ранняя работа. Сейчас я бы уже так не написал. Так судьбы нет? Ну, как тебе сказать? Вроде бы есть. А вроде бы мы сами делаем выбор. Я писал эту книгу, основываясь на теории характера. Понимаешь, каждый человек рождается с определенным характером. Есть люди целеустремленные, бунтари, а есть вечные нытики и ябеды. И не важно, сколько им лет. Натура человека не меняется. Помой огурцы для салата. Хорошо. Вот ты говорила про образование. Но если говорить о таланте, то это дар данной свыше. Нельзя научить человека писать гениальные стихи, музыку. Нельзя научить делать великие научные открытия. Это сила, движущая сила, исходящая изнутри. Можно научить человека нотной грамоте. Но для того, чтобы писать музыку, как Моцарт, нужно родиться Моцартом. Среди моих клиентов много известных людей. Я тесно работаю с органами. И могу определить, на что способен человек с детских лет. Я это уже поняла. Делал мне липовый паспорт. Я себя какой-то шпионкой ощущаю. Паспорт не главное в жизни человека. Это всего лишь данные о том, когда и где родился человек. И где он проживает сейчас. Нельзя определить по паспортным данным человека. И уж тем более он не влияет на судьбу. Так судьба все-таки есть? В определенной степени, да. Мы все рождаемся уже готовыми людьми. С определенной внешностью, характером, талантом. Но не все идут по своему пути. Иногда поддаются влиянию других людей и совершают ужасные ошибки. Ты такой умный. Даже не верится, что ты совершал ошибки. Расскажи. Кушай салат. Витамины полезны. У всех есть свои ошибки. Когда мне было 20 лет, я встретил удивительную девушку. Необыкновенная красота. Чем-то на тебя похоже. Это была любовь с первого взгляда. Взаимная любовь. Она забеременела, и мы решили пожениться. И тогда я узнал, что она старше меня на 10 лет. Да, я любил ее, но послушал близких и чужих людей и разорвал с ней отношения. Она уехала в другой город и навсегда исчезла из моей жизни. Так у тебя есть ребенок? У меня нет ребенка. Я же от него отказался. И любви нет. Я от нее тоже отказался. Тогда, в 20 лет, мне казалось, что все еще будет. Все еще впереди. А в 45 я понял, что судьба не всем дает второй шанс. Я мог быть счастливым. Но сам решил остаться одиноким. Ну, мы заболтались. Я к себе, а ты подумай. Завтра мы должны найти тебе работу. Подумай, чем ты хочешь заниматься. Как сказал Дарвин, неработающий человек, это просто макака. По-моему, он сказал, что труд из обезьяны сделал человека. Не спорь со мной. И да, вот деньги, купи себе что-нибудь из одежды и сходи в салон красоты. Ну, ты сама знаешь, лучше меняй эти женские штучки. И подумай, чем бы ты хотела заниматься. Хорошо вам. Странно. О себе ничего не помнит, а Дарвину помнит. Интересно. Ну что ж, посмотрим, как новый вид деятельности повлияет на личность. Извините, вы можете мне помочь? Да. Да я вот хочу дочери на 18-летие газироп обновить. А у вас фигура похожая. Она тоже высокая и стройная, худенькая. Можете примерить пару вещей, но если вам, конечно, это не сложно. Хорошо. Я сама выбираю, пока не могу определиться. Ой, вы знаете, здесь такой выбор, что у меня тоже глаза разбегаются. А главное, настоящие бренды и скидки 85%. Мне моя коллега бы советовала сюда прийти. Ну, примерьте, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте в примерочную. Вы прямо как модель. Прекрасно. Померьте еще вот это. Как прекрасная юность. Примерьте, пожалуйста, еще вот это. Она у меня блондинка. Хочется чем-нибудь светленького. Ну, а цены такие, что хочется все сразу взять. Ну, как? Вам очень идет. Ну, тогда она себе тоже такое возьмет. Прекрасно. Ну, что, ты определилась, кем ты хочешь стать? Ну, не знаю. Ой, я вчера была в этом магазине, платье купила. Фамилия, бренды, свободные отца. Наверное, интересно работать в рекламе. Реклама – хороший вид деятельности, прибыльный. Тут один товарищ логотип московского метро перерисовал и заработал миллионы. Павлович, я буду сочинять рекламные ролики. Давай, я помогу тебе составить резюм. Немного преувеличим твой опыт. И, да, у меня к тебе просьба. Никому не рассказывай о своей истории с потерей памяти. Люди этого не поймут. А если спросят? Уходи от ответа. Скажи, что не любишь вспоминать о прошлом. Решила уехать из Питера, начать новую жизнь. Я тебе в паспорте место рождения в Санкт-Петербург поставил. Женщине должна быть загадка. Ну что, я всех поздравляю. Заказчик хочет, чтобы мы занялись брендингом. Придумали название жилому комплексу и так далее. А это значит, все, мушкетеры. Собрались. Так, штурмуем. Штурм, штурм, штурм. Какие идеи? Ну что, может быть, пойти от местоположения. Мини-полис находится в Апалихе. Это 13 километров от МКАД. Из преимуществ экологичное строительство, среднеэтажность, уникальная современная архитектура, двор без машин, школы, детские с отрядом. Все, что нужно для семейной жизни. Это хорошее. Запиши, запиши. Все, что нужно для семейной жизни. Дальше, дальше. Так, что еще? Простите, я на собеседовании. Здрасте. Это самая Александра Игоревна задерживается. Но она скоро будет, так что вы и так потусуйтесь где-нибудь. Так, для семейной жизни что еще? Вообще-то хорошо, это хорошо. Для семейной жизни семья, семья. В проекте много природы. Это территория бывшего советского дома отдыха Серебрянка. Так что у нас априори экологичный район. Семья, экология, что еще? Ну, может, мы так и назовем? Семейный или уютный. Нет, ну это банально. Заказчик хочет связь с местом, позитивные эмоции. Угу. Чтоб душа запела. Когда человек счастлив, он поет. Ну, а тот что, вышел, природа вокруг, так и петь хочется. Я уже даже рекламный ролик вижу. Дети и их родители берутся за руки, идут в школу, в магазин, на работу, и все поют. Ну, все, хватит, хватит, ладно. Дальше пошутили, ну. А вы слышали, как поет Серебрица? Это такая маленькая птица с очень звонким голосом. Она селится только там, где дружелюбная атмосфера, много пространства и солнечного света. Серебрица? Что, правда, такая птица есть? Мм, не помню. Возможно, это просто легенда. Есть такая птица. Такая птица есть. А даже если ее нет, она будет. Будет специально для нашего проекта. Серебрица. Символ благополучия и счастливой семейной жизни. А? Плюс память места сохраним. Серебрянку, забытую серебрянку. Прилетела Серебрица и вдохнула новую жизнь в этот и без того райский уголок. Да, в этом что-то есть. Звучит красиво и по описанию нам подходит. А мне, кстати, тоже нравится. Слушайте, спасибо за идею. Оригинально, а? Согласен. Основаясь на этой легенде, можно придумать неплохую рекламную кампанию. Что она там приносит? Приносит удачу? Счастье и гармония. Счастье и гармония на том, и пореши, мушкетеры. Простите, а вы кто? Аня Новикова. Хочу вас работать. Считайте, что уже работаете. А когда мне приступать к работе? Да уже и приступайте. Присаживайтесь. Ну-ка, дай столичку. Считайте, что вы приняты. Я Костя, ваш начальник. С коллективом познакомитесь. А главному начальнику я уж вас представлю. Отрекомендую в лучшем свете. А что мне делать? Улыбайтесь. И наслаждайтесь жизнью. Ну и давайте. Крутите, крутите, развивайте вашу концепцию. Раз уж вы такой специалист. По птицам счастья. Вызывали? Вызывали. А с каких это пор ты взял на себя обязанность нанимать сотрудников? Пока еще я здесь генеральный директор и учредитель. Она прелесть. То, что она прелесть, это ее единственное достоинство, да? Перестань. Она действительно предложила крутую идею. Я уверен, заказчику понравится. Давай так. Если заказчик эту идею утвердит, и на счету в компании появятся деньги, тогда мы и наймем твою прелестницу. А пока на испытательный срок. Вам плохо? Нет, проходите. Все нормально. Давайте я все-таки помогу. Вы на ком этаже живете? На четвертом. Ну так мы соседки. Меня Аня зовут. Очень приятно. Меня Лидия Семеновна. Можно просто Лида? Пойдемте. Пойдемте. Ну? Что? Ничего. Рожать потом. Ты что, с ума сошла? На старости лет бабкой уже стала. Я сама в этом виновата. Одна. Ну кто знал, что ты забеременеешь? Стыдно людям в глаза смотреть. А ты не смотри. Ты эгоистка. Ты о ребенке подумала? Каково ему будет на детской площадке в школе? Все засмеют. Я работаю. А я на пенсии. И хочу спокойно встретить старость. Без твоих сюрпризов. Какой ребенок в моем возрасте? Бессонные ночи, пеленки. Мне это надо? А тебе и соленое это не надо было. Я работал. Семью обеспечивал. Я тоже работала. Ну что ты заладила все? Работала, работаю. Ты посмотри на себя. Ну какая я из тебя мать? Нормальная мать. Я Алену сама подняла. И второго ребенка я сама подниму. А меня ты спросила? Сама заварила кашу? Сама и расхлебывай. Мне ребенок не нужен. У меня уже есть. И дочь, и внук. Сама и расхлебывай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Можно? Хочете конфетку? Очень вкусная. Спасибо. Пойдемте ко мне пить чай. У меня еще печенье есть. Пойдемте. Сама не знаю, как это произошло. После Аленки очень долго пытались зачать второго. Ничего не получалось. Потом дочь замуж выдали. Внук родился. Я думала сейчас, что у меня климакс. А оказалась беременна. Осуждаешь меня? Дед, чего? Держи ко мне, откуси. Сама не знаю, почему я тебе все это рассказывала. Зачем тебе моя проблема? Я их вываливаю на твою голову. Просто хочется поговорить. Иногда с чужими людьми разговаривать легче, чем с родными. Это правда. Плачь. Спасибо тебе за чай. Спасибо за гость. Можно я еще к тебе зайду? Ты, конечно, приходи. Может, Сергей Павлович будет? Он очень хороший человек. Спасибо. Пойду. Да, Сергей Павлович, все хорошо. Я сейчас с коллегами на обеде. Давай я тебе попозже позвоню? Ага, пока. Здравствуй, у вас коллектив. Какие все дружные. Не у вас, а у нас. Это заслуга Костика. Умеет он создать атмосферу. Сделать всех частью общего дела. Почему он всех мушкетера обезает? Ну, это же его любимая книга. Он еще любит иногда в сердцах поорать. Тысячи чертей. Точно. На канале. И он даже на аватарке ВКонтакте, знаешь, такой в костюме мушкетера в шляпе. Ну, фотомонтаж. Кстати, а ты ВКонтакте-то есть? Так. Сейчас. Десять тысяч Анновиковых. Кто из них-то? У меня нет в соцсетях. Ого. Как нет? Слушай, да тебе срочно надо завести страничку ВКонтакте. Ну, моей бабушке и то есть. А ей уже скоро 70. Будьте добры, пожалуйста, еще одну чашечку эспрессо. О, какие люди в Голливуде. Здравствуйте, Александра Игоревна. Здравствуйте, Александра Игоревна. Привет. Не узнать тебя. Расцвела. Расцвела. А в школе, ух, какие щеки были. Спасибо, Оля, ты тоже хорошо выглядишь. Ну, да уж мне до тебя. У меня по салонам ходить времени нет. Семья, заботы. Двое детей, как-никак. У тебя как? На личном фронте. Прекрасно. Детей нет, мужа нет. Бизнес свой есть. И да, времени на салон у меня хватает. Ну, так нельзя, Сашенька, нельзя. Часики-то тикают. Скажи, пожалуйста, а мои часики так громко тикают, что тебе спать не дают? Женщина не может жить одна. Нужны семья и дети. Не понимаю, как моя неудавшаяся личная жизнь влияет на твою? Что муж меньше удовлетворяет, зарплату на работе задерживает. Прямо так и говорю. Пока твоя одноклассница Саша замуж не выйдет, детей им не нарожает, а клад не повышать, детям антистаты не выдавать, да? Я о тебе по-дружески беспокоюсь. Все-таки в школе лучшими подругами были. Ну, скажи, а что, больше беспокоиться тебе не о ком? Муж, дети, все. Я поняла. Затронула больную тему? Ну что, а ты как? Работаешь там же? Ну, не всем же быть бизнес-леди. Ты знаешь, я тоже могла бы бизнес вести. Ну, вот кто-то детей должен рожать. Ну, видишь, как хорошо. Все мы занимаемся своим делом. Может, уже закажем чего-нибудь? Саш, тут такое дело? В общем, мы ипотеку взяли. А мужа с работы уволили. Дай денег в долг, пожалуйста. Вон оно что. А я-то думаю, что моя лучшая подруга-одноклассница не звонит, не пишет, пропала. Мы же последний раз лет шесть тому назад виделись, да? Навстречу одноклассников. А тут вон оно что. Деньги нужны. Оля, деньги очень портят дружбу. А я дружбу ценю. Значит, не дашь? Нет. А я дружбу ценю. Я дружбу ценю. Не делаем. Я дружбу ценю. Я дружбу ценю. Продолжение следует... Почему домой не идёшь? Сейчас пресс-релиз закончу и пойду. А знаешь, допоздна работают либо охронические трудоголики, либо тех, кого дома никто не ждёт. Я трудоголик. Меня дома никто не ждёт. Мы с тобой родственные души. Меня тоже никто не ждёт. Давай поужинай вместе. Неудобно как-то. Почему? Просто поужинаем. Честно говоря, надоело есть одному. И потом я твой начальник и должен про тебя всё знать. Расскажешь, как из Питера в Москву попала. Поехали. Хорошо. Какое ты было в детстве? Расскажи сначала ты о себе. Хорошо. Я... Ну, я был избалованным, раскорленным ребёнком. Да. Помнишь мультик про зайцев «Четыре сыночка, лапочка, дочка»? Вот у меня наоборот. Четыре сестры и я пятый. Так ты вырос в многодетной семье? Да. И сестры забросили своих кукол, нянчали со мной. Кормили, поили, ну и так далее. У нас вообще... У меня семь племянниц. Ого. Мушкетёра. Хотелось мужских подвигов и поступков. Ну, это да. Хотя нет, нет, нет. Костюм мушкетёра у меня был ещё в детском саду. Мама пошила, я помню. Шляпу, плащ. Да. Я ещё в первых классах школы ходил. В нём на все праздники. Мушкетёр, да. Забавно. Когда вспоминаешь детство... Ну, мы жили небогато, но... Детство было каким-то светлым, радостным. Дома всегда было шумно, весело. Толпа народа. Мама готовила еду прям тазиками. Я недавно заезжал к ним. На ней живут в Хабаровске родители. И у них всё точно так же. Те же кастрюли. Тот же уютный сервант. С хрусталём. Только как-то... Грустно, потому что все разъехались. Старшая сестра в Екатеринбурге. Две средние в Красноярске. Младшая в Сургуте. Я в Москве. А почему ты не женился? Те же уже сорок. Ну, это философский вопрос. Не встретил свою вторую половину. Уж, если жениться с ним всю жизнь, мои родители вместе больше полувека. Папа говорил, что когда я встречу свою ту самую единственную, то сердце забьётся чаще. Сейчас чувствую, что сердце бьётся гораздо чаще, чем обычно. Тахикардия, наверное. Да, тахикардия. Всё-таки возраст. Сорок. Давайте пройдём ещё раз по всем пунктам. Да всё понятно. Работаем, как обычно. Открытие очередного ресторана. Сколько мы таких уже сделали, а? Нет, я не согласна. Мне кажется, надо привлечь звёзд. Ну, каких-нибудь, с кем мы дружим. У клиентов ограничен бюджет. А может быть, мы их не деньгами, а чем-то другим привлечём. Ага. Колбасой. Блин. Стой, 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 стой. Чик-чик. Это было красиво. Девочки. Есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. А, вот что ты имеешь в виду. Пожалуйста. Что ты как дети малые, а? Ой, дети, дети. Нет. О-о-о-о. Нет? Ну. Та-а-ак. Держи. Спасибо. 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 Слушайте, мушкетёры, по-моему, мы зашли в тупик. Давайте так, по домам. Будет новый день, будут, как говорится, новые идеи. Кто за, единогласно. Да. Идёт, идёт, идёт. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! У-ху! Где радость? Сегодня же 30 августа, я первая родилась. Она не знала. Мы празднуем нерождение сотрудников в последний день месяца. В этом месяце родилась только ты. Так что поздравляю тебя с сольной, как говорится, вечеринкой. Ещё раз. С днём рождения! У-ху! Спасибо. А почему свечка одна, а мне же 25? Слушай, не наглее. Деньги все ушли на торт, свечку опять же, шарики и шампанское. Но самое главное, барабанная дробь. Заказчик утвердил твою идею. Миллионный контракт подписан. Получи свой гонорар. Ура! У-ху! Давай, давай. Задавай. У-ху! Так, это тоже тебе. Ай, спасибо. Слушай, сколько у тебя много денег. Анют, может быть, ты нас всех в клуб свозишь, а? А? Поехали. Ура! Выходной? Поехали. Да ладно, гуляем! Всё! Можно, да? Да ладно, целуйте уже! Да! А-а-а! Музыка Аня, Аня, садись. У меня есть интересная мысль. Давай проверим, умеешь ли ты водить машину? Я? После потери осознанной памяти чаще всего у человека остается физическая память. Давай попробуем. Сядешь за руль? Давай! Ух ты! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ух ты, я еду! Давай, давай, осторожно, осторожно. Ура, я еду! Хорошо. Осторожно, осторожно, поворачивай. Хорошо. У-у-у! Молодец! Тормози! Ой! Знаешь, я был уверен, что ты имеешь видеть машину. Да. И права я тебя уже сделал. Да, да. Угу. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Двигаемся, девочки. Больше энергии. Так, слушайте. Подождите. Подожди, Даша. Девчонки, давайте, давайте что-то по очереди. Вы вдвоем отойдите пока. Вы останьтесь. Маш. Алло. Алло. Расслабленнее, да? Дайте эмоции, дайте. Попробуй еще перевернуться. Так. Ну, допустим. Так-с. Ладно. У тебя у нас есть какие-нибудь другие модели? Ну, они такие же деревянные. Да. Чего и сердцем завтра заказчик всем нам задницу надерет? Да не надерет. Можно показать хоть какой-нибудь вариант. Пока он будет его рассматривать и думать, что его там не устраивает, мы найдем решение. Какое тут может быть решение? Почему они не улыбаются? Так. Моделей вообще никогда не улыбаются. Ты видела модельные показы? Как они ходят по подиуму? Ну, это же реклама. Она должна вызывать эмоции. Мы используем красивую девушку. Это правильно. Красивые женские лица нравятся и мужчинам, и женщинам, и детям. Но настроение же тоже важно. Вот каждый, кто купил матрас Аскона, должен сделать его частью своего дома. Маша. Да, Лен. Отойдите, отдохните, пожалуйста. А, не снимай. На нем удобно сидеть. И лежать. Что мы знаем об Асконе? Аскона – это лидер. Это лучшие матрасы в России. Ух ты! Приятно спать на лидерском матрасе. А вот она врала. Мне тоже кажется, что главное – эмоции. Классно. Ой. Так, 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 так. Ну-ка, ляк, 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 ляк. Ну, так. Ну, выкрутите ляк на спину, в конце концов. Вот. Ну-о-о, эти коленки. Лада, перестань. Покажи нам эмоции. Ух ты! Ух ты! Хм, да-да-да. То, что надо, по-моему. А чего вы смеетесь? Мы? Кто смеется? Мы самые серьезные ребята на районе. Дадим эмоции! Давно мечтала полежать на таком матрасе. У тебя было? Отличный кадр. Вот это снято. Вот это снято. Все молодцы. А Аня больше всех. Умница. Все, спасибо, спасибо. Что-то я не поняла. Так. О-о-о. С днем рождения. Что? Извини, я посмотрел твой план. А что такого? Давай делай счастливое лицо и разворачивай подарок. Нравится? Очень. Всегда о такой мечтал. На самом деле, я двадцать лет не отмечал свой день рождения. Хм, пора начинать. Хм, а что, у нас не будет праздничного ужина? А пойдем погуляем. Отлично. С тебя торт или хотя бы пироженка. Хм. 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 Михаила, всем рождение. Спасибо. Давно я девушку в кафе не приглашал. Это я тебя вытащила из дома. Сидел бы сейчас и один и скучал. Один-один. Знаешь, жизнь, удивительная штука. Трудно быть счастливым в одиночку. Всегда кто-то нужен рядом. А ты знаешь, что пирожные – это детеныши торта. Так Костя сказал. Костя – это твой начальник? Да. Но только он такой начальник совсем не начальник. Он вообще команда. И он нас всех мушкетерами зовет. А себя он, конечно, называет Д'Артаньян. Да. Вы знаете, с точки зрения специалиста, он либо в детстве не наигрался, либо игрой прикрывает какие-то свои комплексы. Нет у него никаких комплексов. Костя – класс. Ну-ка, ну-ка, ну. По-моему, он тебе нравится. Мне все нравятся. И я всем нравлюсь. Кроме Александры. Мне кажется, она меня не любит. Типичная женская зависть. Нет. Александра не такая. Она никому не завидует. Просто она хочет, чтобы все работали на результат. Расскажи мне еще про Костю. Какой он? Ну. Он симпатичный. Добрый. Веселый. Хорошие качества, чтобы нравиться девушке. Ты о чем? Да. Так, а свое. Кушай пирожные. Детеныш и торт. Мне тридцать шесть лет. Мы с тобой уже два года встречаемся и четыре месяца живем вместе. Угу. Угу. Так дальше продолжаться не может. Чего опять случилось? Да помой я за собой раковину. Да я сама помою, как всегда. И завтрак приготовлю, и ужин. И мусор вынесу перед работой. Ну, как хочешь. Да ты знаешь, чего я хочу. И чего? Чтобы я мусор вынес? Ну, хорошо. Да какой мусор? Я замуж хочу. А, это? Ну, хочешь, давай поженимся. Ну, мне все равно. Да, мне все равно. Я говорю, мне все равно. Хочешь, пожалуйста, успей. Когда? Когда. Когда хочешь, мне все равно. Когда хочешь, тебе накачала губы, сиськи, и делать вид, что меня не узнает, главное. Ну, еще вот такая девушка. Она такая, да, встречались. Такая, знаешь, и вот этот, что? Всем привет. Привет. Привет, доброе утро. Хочу вам сообщить счастливую новость. Давай. Я выхожу зам. Поздравляем. Поздравляем. То есть, Валерка таки сделала тебе предложение? Да. Это так романтично. Так, ты уже беременна? Ладно, я все шучу. Поздравляю. Спасибо. А ты его любишь? Какая любовь в моем возрасте? Мне ж не 16. То есть, ты выходишь замуж без любви? С его стороны, я так понимаю, особенных чувств тоже нет? Александра Игоревна, я реально себя оцениваю. Мужчины у меня в ногах не валяются. Ну, внешность тут ни при чем. Просто тебе 36 уже. И ты думаешь, что это твой последний шанс. Не так ли? Да. Это мой последний шанс. А что здесь такого? Я имею право быть счастливой? Конечно, имеешь. Но будешь ли ты счастлива с нелюбимым? Нет. Ну, стерва же. Конечно. Надюха, ты не переживай. Главное, мы за тебя рады. Точно. Давай, рассказывай, когда свадьба, где, как будем праздновать и, главное, будут ли холостые шансы? Вот, какие холостые шансы? Тебе мало, что ли? Будут. Валера обещал пригласить всех своих неженатых друзей и коллег. Я вообще хочу, чтобы моя свадьба была, как в американском кино. И чтобы все подружки-невесты были в одинаковых розовых платьях. И мы с Костиком в одинаковых рубашках и розовых бабочках. Чего, каких розовых? Да. Не понял. Надя замуж выходит? На. Кто бы сомневался? А вот с другой стороны, в нашем агентстве работают самые лучшие невесты в столице. Ура, товарищи! У-у-у! Ой, девочки, я же сантиметр с собой взяла, чтобы вас измерить для платьев. Кстати, ткань я уже купила. Слушайте, можно я без платья? Я, ну, в смысле, не то, что я прям голый, но как бы просто без платья, да. В брючках пойду. А мне, пожалуйста, бальное в пол. В пол? Хорошо. Впрочем, нет, да, мне такую юбочку ниже колена, тебе бальное в пол. Слушай, что мы стоим? Я пошел, честно говоря, за шампанским. Да, Сергей Павлович? Нормально. Коллега Надя замуж выходит. Это та, которая выходит замуж, потому что ей уже 36. Да. И что тебя смущает? Люди любят играть в семью, друзей, в любовь. Многие даже играют в счастье. Придумывают, что они счастливы и пытаются убедить в этом других. Принято иметь семью, друзей. И когда они встречают настоящего, создают искусственное. Ну, не все же играют. Не все. Теперь ровно. Слушай, все-таки хорошо, что мы этот костюм купили. Он тебе очень идеален. Ну да, нормально. Я пойду выпью с гостями. Подожди. Сфотографируемся. Ну все, хватит. Я пошел. Давайте с ней осталось фотографировать. Давайте. Аптиночки давайте. Вот, отминься. Ножку вперед. И приобнимаем невесту. Супер. И порадуемся. Да, классно. Все, супер, молодцы. Спасибо, девочки. Давайте одну еще невесту сфотографируйте. И покружите. Ну ты головокружительная. Разрешите, пожалуйста, фото на память. Пожалуйста. Пожалуйста. Слушайте, вас на минуту оставить нельзя. Кто так фотографируется? Так, мушкетеры, все сюда. Давайте, давайте, давайте. Бардак вообще. Давайте, так. Мы здесь. Подружки вокруг невесты. Так, ты не подружка, ты подруг. Я здесь. Все, подруг стоит здесь. Одна подушка тут. Так, все. Все нормально. По росту он тут нормально. Все, давайте. Улыбаемся. Так, улыбаемся. И излучаем счастье. Все улыбаются, я не понял. Нет, я не улыбался. Идиот. Ну что за... Давайте, у нас веселье. А вы как описаны? Ты улыбаешься? Да. Как мухи дохлые. Не говори, не говори. Просто улыбаемся. А-а-а. Смайл. Ну давайте. Опа. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Приятно познакомиться. Поздравляю. Спасибо. А почему в ней в платье подружки невесты? Я же для всех шила. Спасибо. Но я надела свое. Почему же вы не улыбаетесь? Мужчинам нравится, когда женщин улыбаются. С чего вы взяли, что я хочу вам понравиться? Неужели в день моей свадьбы она не могла по-другому? Не обращай внимания на нее. Ну это же твой праздник. И ты очень-очень красивая невеста. Правда. И гостя. Тебя все заждают. Испытайте. Александра Игоревна, постойте. Зачем же вы так с Надей? Это же ее свадьба. Ну конечно ее. Но жили трудно один раз побыть как все. Не трудно. Ну не нужно. Не обижайся. Просто она такая королева. Ей нужно блистать. Знаешь, есть женщины, ну обычные женщины. И есть такие, как Александра. Звезды. Они над всеми. Она бессердечная. Это зря. По секрету скажу, она оплатила половину стоимости этого праздника. Причем договорилась с хозяином, что он не скажет ничего Наде. Ну будто он сам это сделал. Ну скидку эту. А теперь пришла и все испортила. Это ты так считаешь. Она, ну ей же надо проверить. Вот она пришла, проверила ее. Все же в порядке, да? Да. Знаешь, Александра невозможно самая романтичная девушка на свете. Серьезно. Она верит в любовь. Да. А Надя, не понимаешь, что она ушла замуж. Слушай, может пора сбегать со свадьбы, да? Ты чего? Пойдем погуляем. Я знаю отличное место, где готовят шоколад. Ну Надя же обидится. Ладно, возвращаемся к шампанскому и тарталеткам. Я тут с своей соседкой Лидой познакомилась. Лидочка. Лидочка. Как у нее дела? Хорошо. Скоро станет мамой. Ты, наверное, хотела сказать бабушкой? Нет. Бабушкой она уже стала. А сейчас готовится стать мамой. Лида беременна. Да ты что? Я безумно рад за нее. Надо будет позвонить, поздравить. Палыч, а тебя ничего не смущает? Лидия пошел в шестой десяток. Ее муж против. Они все время ругаются. Из-за чего ругаются? Ну как из-за чего? То, что решила на старости лет родить. Она, конечно, не специально, но все же. Аня, тебе 25. Ты не замужем, без детей. В мое время к тебе бы отнеслись точно так же, как к Лиде сейчас. Восьмидесятые годы прошлого столетия тебя бы давно списали в тираж. Люди всегда будут говорить и осуждать. Они так устроены. Природа дала женщине ребенка. Это же счастье. Норм нет. Все люди разные. Ну, знаешь, может быть, вот конкретных норм нет, но возраст все-таки влияет. На что влияет? На внешность. Все люди выглядят по-разному. Здоровье тоже у всех разное. Кто-то рождается с пороком сердца. А у кого-то и в 80 оно работает как моторчик. Опыт мы тоже приобретаем не с годами. Опыт люди получают, переживая самые разные жизненные ситуации. И в 25 лет можно быть мудрецом, и в 45 недоношенным. Ань, пойми, возраста не существует. Его нет, его просто нет. Возраст не является характеристикой человека. Домой. Домой с тобой идем. О, да, нагулялись. Да, мой хороший. Давай. Ты что творишь? Так можно и раньше срока родить. Давай помогу. Ну, слушай, ничего. Давай. Своя ноша не тянет. Молодым же тоже нужно отдохнуть. А ничего, что ты тоже скоро станешь мамой? Ничего. Ой, пойдем, милый. Пойдем. Кушать будем. Да, Сергей Павлович. Я не потерялась. Ну, я просто вся в работе. У меня все очень-очень хорошо. Уж не влюбилась ли ты часа? Почему ты так решил? Чувствую по голосу. У меня вторая линия звонит. Такой с тем директором. Ну, и что ж за 12 ночи? Давайте попозже позвоним. Или завтра. Привет. Сергей, ты пойми меня правильно. Я не пытаюсь здесь умничать или пытаться тебя переубедить, но ты сам-то уверен, что понимаешь, куда тебя приведет этот эксперимент. Наша личность – это наши воспоминания. Все, что происходит вокруг – наше общение с плохими людьми, с хорошими людьми. Любовь, боль, обиды на близких. Вот что формирует нашу личность. Реагируя на окружающие, мы в первую очередь опираемся на свой жизненный опыт. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но мой эксперимент имеет совершенно другие цели. Ты безусловно прав. Личность, воспоминания, социум, воспитание, образование – все это важно. Но есть еще ощущение себя. Когда мы молоды, мы готовы горы свернуть, идти на риск. Потому что у нас нет опыта поражения. Сергей, молодость. Молодость всегда свойственна. Верия в справедливость мира. Да, но на чем основана эта вера? На том, что вся жизнь впереди. И много еще можно успеть. В молодости мы не боимся пробовать и ошибаться. А с возрастом запускается другая система. Мы осторожничаем. Настраиваемся на неудачу. Нам легче что-то не сделать, чем попытаться и потом испытать горечь поражения. Посмотри на Аню. Она с легкостью вступает в новые отношения с Костей. Потому что не помнит обидно мужчинам. А ведь они однозначно будут. Но у нее не с чем сравнить. Ее воспоминания стерты. Я с тобой полностью согласен. Ты, кстати, можешь это прописать в своей работе. И мне интересна эта тема. Непонятно вообще, как ты первый догадался до этого. Тебе повезло. Но знаешь, есть очень тонкий этический момент. Она живая человек. И поэтому я не могу сказать, что я полностью тебя поддерживаю и одобряю. Но все равно желаю тебе удачи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Прошу вашего внимания. У нас проблемы. В журнале «Шикарная женщина» произошла смена учредителей, и они не поставили макет нашего клиента. Постойте, это там, где наша Аня? Да, там, где наша Аня. Заказчик требует возврата денег с пеней в 1% в день, согласно нашему договору. Сумма немаленькая, так что мне придется задержать вам всем зарплату. Увы, ну круто. Нужно посмотреть, какая униформа юридической организации. Если ОТУ, согласно пункту 1 статьи 87 Гражданского кодекса, новый учредитель не отвечает по обязательствам прежнего. Хотя, смотря как передавались права, продажи, акт дарения на безвозмездной основе. Надо посмотреть документы, возможно, там прописана какая-то ответственность. А старый учредь выходит на связь? Нет. А впрочем, это не важно. В любом случае он должен заплатить налог с прибыли налоговой. Мы же за макет ему деньги перечислили. Ну вот. Акт деплант работы у нас подписан с двух сторон. Да, у нас документы все в порядке. Ну, тогда просто надо готовить иск на старого учредителя, а нового успокоить. Да ему и самому неинтересно, чтобы ими его журналы фигурировало в суде. Неплохо. Я по делам вернусь вечером. Аня, дождись меня. Нужно поговорить. Хорошо. До свидания. До свидания. Слушай, а откуда ты так в законах-то шпаришь, а? Не знаю. Это само в голове всплыло. Я сегодня не выспалась. Туго соображаю. Не, ну все равно это было. Сюбра, сюбра. Откуда пошли. Можно? Проходи, садись. Чай или кофе? Лучше кофе. Ну, можно чай? Давай с тобой поговорим. Ты на меня не обижайся. Но моя служба безопасности тебя пробила. Ты не училась в гуманитарном университете Санкт-Петербурга. В тот год, который ты указывала в анкете, выпустилось три Ани Новиковой. Там даже была одна твоя полная тезка. Правда, она родилась в октябре 92-го, а ты в августе 93-го. Кто ты? Я не люблю говорить о прошлом. Прекрасно понимаю, у нас у всех есть истории, о которых мы не хотим рассказывать. Но ты работаешь в моей компании, и я должна знать, с кем я имею дело. А разве это как-то влияет на мои результаты? Только за последний месяц две моих идей утвердили. Вы сами сказали, что я вам сегодня помогла сохранить для компании крупную сумму. Не люблю темных лошадок. А вдруг тебя подослали конкуренты? Точно нет. Ну а как мне это узнать? Просто поверить. Послушай, я создала это рекламное агентство 10 лет назад. Костя уже третий директор. Он хороший парень. Но я ему полностью не доверяю. Я никому не доверяю. Даже своей собственной матери. Мама. Надеюсь, что у тебя отношения с родителями были лучше. Мне же повезло меньше. Мама меня родила по тем временам поздно, в 32. Это был ее последний шанс. От женатого. Он, кстати, на ней так и не женился. И я оказалась не нужна. Есть женщины, у которых не возникает материнский инстинкт. Дети нужны только для того, чтобы привязать мужчину. Зачем я тебе это говорю? Психологический прием. Хотите получить откровенность за откровенность. Ты была замужем? Судя по резюме, нет. Нет. Я сбежала из дома, когда мне было 17. Он был старше меня. Я его не любила. Мама, я не любила больше. Но я ему благодарна. Помог мне получить хорошее образование. Много бы меня научила. Но я не из тех бизнес-леди, которым покупают бизнес. Вот это все я создала сама. А ты, наверное, подумала так же, как все, что за любой красивой бизнес-леди стоит богатый мужчина? Нет, не подумала. Удивительное дело. Почему-то все любят богатых мужиков и ненавидят успешных женщин. Мужчины видят нас, конкурентов, а женщины просто завидуют. Я не завидую. Я просто иногда вас не понимаю. Считаешь меня стерой? Нет, не считаю. Бесчувственный. Хотя Костя сказал, что вы очень романтичные. Верьте в любовь. Костя обсуждал меня с тобой? Ну-ка, позови его. А с тобой мы еще вернемся к этому разговору. Привет. Ой. Что с тобой? Помоги мне. Началось. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Девочка, три шестьсот. Надо же, сама родила, думали, кисарить будем. Девочка, три шестьсот. Девочка? Три шестьсот? Петр Иванович, дорогой, ну неужели ты не понимаешь? Человек может забыть все, но только непрофессиональные навыки. Это же физическая память. Один раз, научившись танцевать вальс, человек через двадцать лет станцует. Вон Аня. Она не может вспомнить, кто она. Но навыки юриспруденции остались. Это же начало клубка. Девочка, помнишь работу нашего коллеги? Да, да, да. Тот, который с депрессиями работает. Левицкий, Левицкий, будь он не ладен. Он же доказал, что труд или социальная значимость входят в первичные потребности человека. После еды и крыши на голову. Он, жен олигархов, избавлял от депрессии с помощью трудовой деятельности, развитием специализированных навыков и последующих реализаций. Но откуда я знаю, что делать? Моя работа еще не окончена. Да, я подал заявку на премию. Но мне нужно время. Мне нужно понаблюдать. Да при чем здесь деньги? Я же не Левицкий. Я хочу внести свой вклад в науку. Это может быть открытие, которое перевернет мир. Куда сегодня пойдем? Погуляем в парке или поужинаем где-нибудь? Ну, не пойдем. Поедем. Домой едем собирать вещи и летим в Геленджик. Ух ты. Не знала? У нас же бартер с Кемпински. Ну вот, я как сотрудник компании. Купил путевку, 50% скидка. Ну, в общем, типа, сплатил за себя, а ты в нагрузку. Я не нагрузку. Да, конечно, ты не нагрузка. Мне кажется, ты пополнила, нет? Ты не толстая. Ты не толстая? Нет. Ну, прости. Конечно, ты не толстая. Все, я готова. Мы же гулять собрались. Ты сможешь на таком каблуке? Не каблук. Это платформа. Ага. Ну, это меня и делай. Я не очень-очень удобный. Ну, как скажешь. Знаешь, в 90-е у новых русских была поговорка «Нужно иметь золотую цепь в два пальца и девушку на голову выше». Вот сейчас я чувствую себя новым русским. Это как? Жизнь удалась. Пойдем гулять. Где-то на нестройной гитаре играет дождь. По зеркальным аллеям ты, как будто целую вечность, ко мне идешь. Здесь гораздо теплее. Сумерки сжимают залившие облака. И не видно издалека то, что скрыто от нас пока. Звезды бесконечно поверят на просторах лет. Кто же их сосчитает? Падая в ладони комета оставит след. Словно нить золотая. Спящие кареты застыли на красный свет. Ветер гонит плачки и газет. Город мокрый, асфальт одет. Мою любовь к тебе не измерить. Время не мы вселенной. Открою, Насте, все свои двери. Для тебя непременно. И бесконечный космос ответит нам, Если верить в счастье. И всем пожертвовать можно на свете, Что стать не твоей частью. Хорошие у тебя шлепочки удобные. Серьезно? Да. Удобнее драча на мокрой. Точно, как сантиметр. Давай выпьем за наш первый совместный выпуск. А будет еще второй? Я уверен, и третий, и 125. У нас много всего впереди. Жизнь долгая, а за нас. Мне понравилось это. Очень-очень красиво. Я рада, что тебе понравилось. Кемпинский прекрасен. Но ты в сто миллионов раз прекраснее. Ты не льстишь. Нет. Да? Вовсе нет. Да. Нет. Я на минуту чекаю. Я на минуту чекаю. Я не льст. Я не льст. Я не льст. Я не льст. Девушки отдыхают. Пятнадцать лет разница – это очень много. У нас с мужем такая же. Ну да, это тебе сейчас двадцать пять. А когда исполнится тридцать пять, ты будешь в самом расцвете сил. А ему ступник – полтинник. Мы ему сейчас за семьдесят. Все время болеет. Без жены я превратилась в сиделку. Вот вырвалось отдохнуть чуть-чуть. Мне вообще-то неинтересна ваша жизнь. А у всех у нас одинаковая жизнь. Сначала замужество, потом рождение детей и быт. Из счастливых, веселых девчонок мы превращаемся в уставших, измученных женщин. Что случилось? Ничего. Просто задумалась. Давай выпей. Ну, рассказывай, как отдохнул. Хочешь, фатки покажем? Ну, давай. А, да классные. Да. Выглядишь очень счастливой. Ну да. Так, так. Что-то мне не нравится твое. Ну да. Рассказывай. Понимаешь, мне очень нравится Костя. Вот даже не просто нравится, а гораздо больше. Только я не знаю, любовь ли это. Я же не помню, любила ли я когда-нибудь. Ну и потом, он же старше меня, на 15 лет. Аня, при чем здесь возраст? Ну, как? Не понимаю, почему люди придают такое значение дате рождения? Мы видим человека, общаемся с ним, любим его, а потом готовы отказаться из-за каких-то цифр. Ну, почему люди так глупые? Я не глупая. Я с тобой делюсь, а ты... Мне же не с кем больше поговорить откровенно. Никто не знает о моей потере памяти. И ты запретил мне кому-то рассказывать. Ты куда? Костя в ресторан пригласил, отметить что-то хочет. Костя в ресторан. Костя в ресторане. Да? А, Петр Иванович. Да, да, могу, могу. Ты знаешь, мне кажется, у Кости есть очень серьезные намерения по отношению к Ане. Да при чем здесь я? Да. Я похожий ей в жизни испортал. Что ты так смотришь? Любуюсь. Ты очень-очень красивая. Ты тоже. Перестань. Ты знаешь, я где-то читал, что чтобы понять твой человек или не твой, нужно представить, как будут выглядеть дети. И они должны быть похожи на этого человека и внешне, и характеру. Я представил, и мне очень захотелось, чтобы моя дочка была похожа на тебя. А тебе? Не знаю. Я вообще-то пока еще не думала о детях. Ань. Выходи за меня замуж. Костя, понимаешь? Даже не знаю, как слова подобрать. Знаешь, я влюбилась тоже. Влюбилась, правда. Но... Мне всего 25. Я еще хочу сделать карьеру. Я не очень пока готова выходить замуж и рожать детей. Знаешь, у нас с тобой разница в возрасте не год, не пять, а целых 15 лет. А если бы разница была пять лет, ты бы вышла за него замуж? Сергей Павлович, ты чего здесь делаешь? Познакомьтесь. Сергей. Константин. Если бы тебе было 35, ты бы вышла за него? Ну ты о чем говоришь и зачем ты сюда пришел? Выходи за него. Тебе 35. Ну что за глупость? Скоро 36. Чей это паспорт? Твой. Так мой. О, Господи. Понимаешь, я писал научную работу и доказал, что возраста не существует. Достаточно было поменять одну цифру в твоем паспорте, чтобы ты начала ощущать себя на 10 лет моложе. Так я для тебя была под опытным кроликом, да? Аня, возраста не существует. Это внутреннее ощущение, а не цифра. О, Анька, привет. Привет. Давненько ты у нас не была. Зам что, не вышла? Нет. Привет. Привет, мам. Есть будешь? Нет, спасибо. А ты с сестрой не хочешь поздороваться? Привет. Хорошо у вас. Тебе отец звонил. Да? Сказал, не смог до тебя дозвониться. Взрослая жизнь не до нас. Наш балбес отучится, тоже заживет самостоятельно. Ну, а мы с тобой по-стариковски на даче будем проводить время. А ты знаешь, Ванька-то на физмат поступил. Да? Учится кое-как. Летнюю сессию экзайма завалил. Вот теперь осенью пересдавать. Ну, они и один такой. Там полгруппы нам пересдачу отправили. А твои как дела? Давно тебя не было. Ты что-то совсем к нам в гости не приходишь. Год. Меня не было в год. Ань, хотела спросить. Что, ушла что-то? А что приходила? Привет. 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 Звонил тебе неделю назад. А ты была недоступна. Уезжала куда-нибудь? А ты только на прошлой неделе обо мне вспомнил? Пап, мы же с тобой последний раз общались на мой день рождения. Почти год назад. Дела. Живем в одном городе. Видимся раз в год. Пап, а зачем тебе со мной видеться? Так, для отчетности? Чтобы сказать себе, что ты отец, у тебя есть взрослая дочь? Знаешь, пап, что я поняла за этот год? Близкие люди – это не те, у которых ДНК совпадает. А те, кто тебя искренне любит. Спасибо, что встретился. За кофе, за пироженка. Вот так. Вот и поговорили. Итак, дорогие друзья, а самой престижной премией по психологии награждается… Сергей Павлович Туарецкий! Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Примите мои поздравления. Эта научная работа – настоящий переворот в области психологии. Браво, Дуарецкий! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за доверие. Я шел к этой работе не один десяток лет. Я стал задумываться о влиянии возраста с юных двадцати, когда совершил самую большую ошибку в своей жизни. Да, я действительно доказал, что возраст существует у нас в головах, а не в паспорте. Но для этого мне пришлось переступить черту – нарушить закон и врачебную этику. Я принес эту жертву науке, и вот теперь я держу эту награду в руках, и больше всего мне хочется вернуть время назад. Когда я начинал свой эксперимент, я думал только о науке. Я был одержим идеей. И использовал живого человека в своих целях. Я не предполагал, чем это может обернуться, и насколько Аня станет мне близкой, и как больно будет ее потерять. Извините. Спасибо. Дорогие друзья, ну а мы с вами продолжим нашу церемонию награждения. Поздравляю. Отличная работа. Очень нужная людям. Аня? Заслуженная награда. Эх, засадить бы тебя. Или хорошую моральную компенсацию выпить. Прости меня. Да, в общем-то, я тебе благодарна. Даже не знаю, подарил ли ты мне новую жизнь или забрал год моей, но опыт был хороший. Ты правда помог мне разобраться в моей жизни. Понять отношения с близкими. Не случись бы всего этого, я бы многое не поняла. И спасибо, что освободила от комплекса. Возраста действительно не существует. И ты это доказал. Пусть и обманув меня. Удачи тебе. Удачи тебе. Аня, Аня. Как Костя? Удачи тебе. Удачи тебе. Удачи тебе. Девчонки Суперки сжимают залившие облака И не видно издалека То, что скрыто от нас пока Звезды бесконечно поверят на просторах лет Кто же их сосчитает? Падая в ладони комета оставит след Словно нить золотая Спящие кареты застыли на красный свет Ветер гонит плачки газет Город мокрый асфальт одет Мою любовь к тебе не измерить Временем и вселенной Открою, Насте, все свои двери Для тебя непременно И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать не твоею частью Стать не твоею частью Шумные соседи опять не дают уснуть Это дело привычки Кто-то через ночь пробивает свой млечный путь Уповая на спички Может быть и ты потерявшись спешишь ко мне Сквозь орбиты чужих планет И догонишь сомнений нет Где-то на ней стройной гитаре играет дождь По зеркальным аллеям Ты как будто целую вечность ко мне ведешь Здесь гораздо теплее Сумерки сжимают завидшие облака И не видно издалека То, что скрыто от нас пока Мою любовь тебе не измерить Временем и вселенной Открою, Настя, все свои двери Для тебя непременно И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать мне твоею частью Стать мне твоею частью Мою любовь к тебе не измерить Открою, Настя, все свои двери И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать мне твоею частью Стать мне твоею частью